трейдеры у нас сегодня понедельник как обычно видео посвященное обзору макроэкономической ситуации точнее календарю мы вкратце расскажем какие новости данные нас ждут на этой неделе что с этим делать что может произойти если данные выйдут так или иначе в общем поговорим об экономике и о влиянии этих вот показателей на рынке на валютный рынок на фондовый рынок сегодня у нас в понедельник вот 18.00 по москве киеву будет выступление главы банка англии это очень важное выступление скорее всего могут быть даны какие-то ориентиры намеки потому что вы видели фунт как сильно вырос не зря не случайно он вырос он уже дисконтировал будущее будущее повышение ставки и об этом о сроках точных сроках нам может сегодня намекнуть глава банка англии не стоит ожидать наверное прямых ответов на вопросы мне кажется не настолько будет очевиден исход до этого выступления но мы получим какие-то цифры скорее всего потому что дальше ждать уже ну просто невозможно все понимают инфляция под 3 процента это больше чем банк англии ждал несколько месяцев назад все понимают что ввп растет бешенными темпами и вообще за американцами стоит вслед за американцами наверное время уже повышать ставку и банку англии и cb вопрос не поспешат ли они вот этого не боятся прежде временного повышения ставки ну и важно не опоздать не упустить тот момент когда инфляция уйдет очень сильно выше целевых уровней целевой уровень у банка англии 2 процента вот сейчас уже почти 32 и 9 инфляция что у нас вторник наверное не особо важные данные выходят z и w это германский индекс экономического сентимент не думаю что он важен торговый баланс по японии тоже не столь важен в среду у нас вторичный рынок жилья existing home sales ну и наконец самая важная новость самое важное с важное событие этой недели это статистика это еще не статистик а решение фрс по ставке вот fair interest rate decision никаких изменений не ждем видите 1.25 как было так и останется я могу вам только показать что рынок ждет ближайшее время это вот сайт чикагской товарной бирже на этом сайте вы можете увидеть вероятностное распределение событий на 20 сентября 98 процентов ожидания по поставки сохранение будет а скорее всего 98 процента вероятностью даже почти 99 1 ноября вот опять сайт глючит у них это скрип наверное завис сейчас сейчас обновиться на 1 ноября практически такая же вероятность 96 7 13 декабря конец года ну не включается я я просто исключилась на конец года вероятность вот так вот распределилась немножко странным образом очень странно повышение уже не не столь вероятно не такое прям ожидаемое с 50 процентов я помню в летом в начале лета даже весной рынке считали что вероятность повышения ставки к концу года но это такой предрешенный вопрос ну окей все же это пока прогнозы даже не прогноз это трейдеры торгуя фьючерсом на процентную ставку предугадывают то что может сделать фрс вот так сейчас думает рынок торгуя 30-дневным вот этом интерес рейта возвращаемся календарю что может быть на этом заседании 20 сентября ну во первых скажут нам что вообще намерен делать фрс потому что долгие паузы они вредят вообще всему и макроэкономической ситуации и рыночной ситуации хотя рисков пока никаких нет вы видели s&p 2500 новый рекорд новый максимум исторический максимум рынок облигаций более нестабилен даже рынок нефти несмотря на урагана и на все остальное но не макро не ничто не влияет то есть сейчас на рынках нет таких больших страхов панических страхов чтобы фрс вел себя предельно осторожно делал то что от него ждут рынки эйфория на рынках она рекордная рекордно высокая так что фрс вроде бы есть возможность но и тем не менее долгие паузы долго неопределенность не делают чести не фрс и пользы от нее мало хотя сейчас как раз тот момент когда можно было бы тупить вроде рынки не воспринимают это как большой риск тем не менее скорее всего это заседание будет важным потому что налоговые реформы на носу фрс должен был уже понять как это будет влиять на экономику что делать со ставкой с точки зрения вот будущих налоговых изменений знаете трамп инициатива дональда трампа была вот уже уже тот момент когда законодательные проекты законодательные инициативы не то чтобы вступают силу ну то есть тот момент когда начинаются действия и фрс должен понять с кем он как он будет строить свою монетарную политику согласовывать ее с фискальной политикой знаете налоги это фискальная политика окей идем дальше пресс-конференция будет джанет елен будет выступать тут наверно будет самое интересное а все может быть знаете когда рынки на пике любая любая плохая новость может дать коррекцию скажу больше мы растем без коррекции в три процента и более уже на 220-230 рабочих дней еще немного и будет рекорд будет исторический столетний рекорд когда рынки не падали более чем на три процента 241 рабочий день вот пока где-то 220 может 225 может 230 где-то так еще немного еще месяц и будет новый рекорд без паники самый длинный период времени когда рынки не паникуют даже на три процента индексы не падают окей идем дальше банк англии ставку оставить скорее всего такой же как она была это будет в четверг и уже пятница у нас да у нас ничего важного нет у нас есть по германии когда пима и flash и по британии в анесе мэй будет выступать и тереза мэй извиняюсь в анесе мэй это совсем другой человек тереза мэй будет выступать премьер-министр и а и будет говорить по поводу брэкзит ну интриг особо нет как мне кажется все уже предрешено все риски позади но вот посмотрим что будет говорить тереза мэй давайте двух словах о рынках что происходит нас фунт достаточно сильно вырос 1.36 практически да было 36 18 как и ожидалось очень сильная поддержка 28.00 28.00 она была отыграна фунт достаточно сильно вырос на тех новостях которые сто раз нами обсуждались это ввп это инфляция по британии она сильная и молчание бездействия банка англии вызывает лишь уверенность у рынков что скоро это будет как как бы сильно не задерживал повышение ставки банка англии у рынка нет сомнений что это произойдет в ближайшее будущее ближайшем будущем обязательно ставка должна быть можно потому что инфляция на целый процент почти выше целевого уровня который удерживает банк англии из интересного ну нефти я не думаю что что-то интересное здесь происходит двойная вершина сформировалась следим за вышками на вышки на прошлой неделе понизилось количество вышек я показывал где это смотреть из интересного теперь саудовская аравия призывает не квоты ограничивать не квоты на добычу ограничивать а квоты на экспорт ограничивать немножко разные вещи но мы во вторник об этом поговорим завтра на вебинаре мы подробно рассмотрим эти моменты квоты экспорт что вообще с этим делать золото наконец-таки продолжает падать уже несколько рабочих дней уже почти две недели почти до рассосались эти риски геополитические риски золото откатывает но я не думаю что сейчас наступил какой-то спокойный период ни северная корея не успокоилась ни какие-либо другие риски связанные с глобальной игрой великих держав не нивелировались так что золото будет держать еще нас напряжение точнее геополитическая ситуация в мире будет под напряжением и золото будет на это реагировать а пока коррекция можно воспользоваться я бы продавал путы какие-нибудь дальние а для тех кто на спот рынке торгует на фьючерсе торгует наверное все таки стоит дождаться уровня 1300 и прикупить с небольшим стопом ну и наконец S&P новый максимум 2504 я вижу на экране и ну что я могу сказать мы снова зашли в канал долго из него вышли из него но долго это не продлилось попытались зайти один раз второй раз с третьего раза зашли а теперь держимся выше канала я бы ничего не делал слишком высоко чтобы покупать и как-то достаточно высокая эйфория чтобы продавать ну а для тех кто считает что этот уровень будет все таки недостижимым в долгосрочном плане мы не устоим на этом уровне ну окей шортить с целью 2400 рано или поздно эта эйфория закончится опять же повторюсь очень длинный период когда рынки не падали хотя бы на 3 процента вот 220-230 рабочих дней уже этот период длится так что рано или поздно произойдет коррекция хватит ли у вас депозита дождать этот момент выждать его но чем дальше длится этот позитив тем выше вероятность того что коррекция все-таки случится потому что эти рекордные данные не за месяц ни за два с 1928 года только один раз в 1995-1996 году рынки росли так долго без коррекции у меня все жду вас во вторник на вебинаре всем удачи всем профитов ставьте стоп-лоссы будьте осторожны увидимся во вторник